Коронавирус намного опаснее гриппа. Это факт. Эффективных лекарств от ковид-19 нет. Тоже факт. Пандемия коснется каждого. С большой вероятностью. Почему же тогда при этих условиях все еще много тех, кто скептически относится к вакцинации. Фактически единственному надежному способу предотвратить болезнь. И во многом это связано с легендами, которые существуют вокруг новых препаратов, новых вакцин. Вот, наверное, самое время развеять мифы. Этим займемся в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы хотим поговорить о ковидной мифологии. И сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Анна Любушкина, врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением клиник Самарского государственного медуниверситета. Добрый вечер. Добрый вечер, Инесса. У меня к вам самый главный вопрос, самый первый, самый важный. Вакцинация действительно может остановить распространение коронавирусной инфекции? Да, действительно. Вакцинация – это главное звено в том, чтобы остановить пандемию, вот эту вторую волну, только массовая вакцинация населения приведет к остановке пандемии новой коронавирусной инфекции. Анна Валентиновна, немножко расслабились мы, чего уж греха таить. Вздохнули спокойно, и маски не у всех у нас при себе. Вообще, есть ли основания расслабляться, и, может быть, уже все и хорошо дальше будет? Абсолютно никаких оснований для расслабления, конечно же, нет. Нам необходимо сейчас, в данный момент, весной собраться, потому что мы ожидаем возможной третьей волны COVID-19. Поэтому все то, что мы начали так хорошо соблюдать в марте прошлого года… Привыкли уже, да. Привыкли уже, да, это чисто автоматически уже хождение в масках. Это обработка частая, намного чаще, чем раньше было, мытье рук именно с мылом, которое, отмечу, абсолютно не заменяет обработку рук антисептиком. То есть обязательно нужно мыть руки с мылом, потом обрабатывать антисептиком. Очень важный момент – это обработка смартфонов наших. Мы зачастую очень часто забываем о том, что смартфон – это самый, скажем так, опасный для нас предмет в плане распространения. Потому что, когда мы говорим, он постоянно находится рядом со слизистыми, а именно слизистые для SARS-CoV-2, для вируса, который вызывает коронавирусную инфекцию, являются входными воротами. Это наши глаза, это наш нос и это наш рот. Поэтому здесь обязательно, конечно, его несколько раз в день, чем чаще, тем лучше обрабатывать антисептическими растворами, салфетками и так далее. Социальная дистанция, мы не должны забывать об этом. Два метра друг от друга. Мы с вами не забыли. Мы с вами не забыли. Сейчас все чаще в магазинах и в каких-то местах общественного скопления людей. Спина к спине. Спина к спине, как было до вот этого вот времени пандемии, до пандемии. Об этом нельзя забывать. Нельзя. И, конечно, это термически обработанная пища. Хорошо термически обработанная. Употреблять воду только бутилированную. Но это тоже такие прописные истины, о которых мы не должны с вами забывать. Вот сегодня новость дня. В Самаре, в Самарской области привит 150-тысячный пациент. То есть 150 тысяч у нас уже сейчас с прививкой. Много это или мало? На наш город Самара, да, он миллионный город, миллион. Сколько у нас? Три миллиона в Самарской области проживает. Конечно, это мало. Я прозываю всех прививаться от новой коронавирусной инфекции. Только так мы остановим пандемию и те случаи, выявления ежедневные. Более 200. Мы уже 6-е, 5-е место. Стоим уже достаточно длительное время в структуре Российской Федерации. Поэтому прививка – это, конечно, эффективная профилактика, специфическая профилактика новой коронавирусной инфекции. Мы, наверное, больше сегодня будем говорить с вами про спутник ВИП, потому что именно он пока используется для вакцинации. Что в его составе? Действительно же опасения многих основываются на том, что мы не понимаем, что это. Есть даже такие опасения, что нельзя контактировать с человеком, который только сделал прививку, потому что ему же ввели вирус. Спутник ВИП – это векторная вакцина. Я поясню, что такой вектор – это вирус, но который лишен гена размножения. То есть он не размножается в клетках, но проникая в клетки после вакцинации, он заставляет наш организм вырабатывать антитела. Как раз то, что нам и нужно. То есть мы вакцины немножечко обманываем организм и вводим в вирус, который вектор, который не способен к размножению. А если он не способен к размножению, значит, он не может вызвать заболевание. И, следовательно, этот человек не является источником инфекции для других. И подышать возле него нельзя, да? Вирус не перейдет и не начнет вырабатывать. Нет, абсолютно, вирус не перейдет, поэтому прививаться смело и общаться с этим человеком. Но, тем не менее, он должен соблюдать ряд все-таки, опять же, тех прописных истин, с которыми мы уже живем с марта 2020 года. То есть надеется, что все, сделал сегодня прививку, и можно выбросить в маски все с 7 этажей? Потому что, если мы говорим о спутнике ВИИ, да, или по-другому, ГАМ-КОВИД-ВАК называется в центре Гамалея научно сделанная вакцина, что я хочу сказать, что антитела начинают вырабатываться только после второй вакцинации. Ну, кстати, вот тоже много ведь вопросов, почему две фазы у прививки, почему нельзя сразу все сделать? Потому что так работает именно векторная вакцина, то есть сначала мы ее вводим в первую дозу в вектор, начинает вырабатываться антитела, потом добавляем еще вторую, и только со второй начинается выработка. То есть это называется двухвекторная вакцина. Это первая разработка в России и вообще в мире. И это достаточно, ну, такое, с научной точки зрения, очень интересная вещь, как двувекторная вакцина. То есть это инновационная разработка наших российских ученых. А можно как-то очень просто и доступно нам объяснить, что происходит с вакциной, когда она попадает в организм, и почему мы ждем эффективности? Вот что, каким образом работает? Вакцина, когда мы первый раз прививаемся, вводим вот инактивированный вектор, в ответ на его внедрение, мы с вами уже знаем, что такое вектор, да, это вирус, решенный геноразмножения. Наша иммунная система не может не реагировать на это чужеродный нам, пусть убитый, но антиген, на который начинается выработка антител. То есть наша иммунная система устроена таким образом, что именно на что-то чужое, бесследно в нашем организме, оно пройти не может. Это обязательно иммунная система реагирует. Реагирует чем? Выработкой антител. И, как вы уже сказали, можно ждать их появления в достаточном количестве только после второй прививки. После второй прививки достаточное количество. И через 21 день после вакцинации гам-ковид-вак мы ожидаем выработки антител полноценных. Ну, опять же, все нельзя говорить вот только так, больше никак. Каждый пациент, он индивидуален. Это макроорганизм. Каждый пациент имеет набор каких-то своих антигенов, антител и так далее. Поэтому у каждого это может происходить по-разному, но в ходе клинических исследований эффективность на последнем этапе клинических исследований по 91,4%. То есть это очень высокий показатель эффективности. А у тяжелых, при тяжелых, предотвращение тяжелых форм, эффективность это 100%. Это сведения достаточно авторитетного журнала Lancet, которые не могут быть незамечены. Поэтому наши вакцины... Очень высокая цифра и просто, честно говоря, очень радует. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я опасаюсь сделать прививку. Ведь клинические исследования не завершены, я так понимаю, до конца. Вы ведь тоже не знаете точно о соответствии, или есть уже какие-то примеры? Или что-то? Ну, что-то уже, может быть, было. Спасибо большое за вопрос. Вопрос, конечно, замечательный. Вопрос, да, замечательный. Клинические исследования вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК завершены. У нас многие пациенты, кто уже привился, достаточно хорошие результаты. И мои коллеги, кто прививался данной вакциной, имеют высокий титр антител. Это отлично, это здорово. И они со спокойной душой входят в возможную третью волну. Анна Валентиновна, а есть все-таки в прививке что-то опасное в самой вакцине? Опять же, если мы говорим со стороны пациента, ну, конечно, вся база клинических исследований проводилась на пациентов. Во-первых, больше 18 лет, то есть на детях, подростках эта вакцина не исследовалась. Именно поэтому ее и не вводят. Да, поэтому противопоказанием является возраст до 18 лет. А все остальное уже будет зависеть от самого пациента. Опять же, какие у него есть хронические заболевания, какие у него изначально возраст. Опять же, да, то сейчас приоритетным считается контингентом населения – это возраст старше 60 лет. То есть раньше было от 18 до 65, сейчас это убрали. Старше 60 лет, я еще раз подчеркиваю, это приоритетная категория пациентов, которые подлежат вакцинации, но при отсутствии противопоказаний. То есть я вас правильно услышала, что в самой вакцине ничего опасного нет? Абсолютно. Я напомню тем, кто опоздал к началу программы, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Сегодня мы говорим о вакцинах против коронавируса. И в нашей студии врач-инфекционист Анна Любушкина. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы, можете разрешить любые свои сомнения воспользоваться случаем, что у нас такой опытный, грамотный доктор, который, кстати говоря, работает в красной зоне. И уже, ну, если не все, то почти все про коронавирус знает. Были ли выявлены у привитых от коронавируса какие-то серьезные побочные реакции? Ну, я сейчас, конечно, говорю про наш регион. Вот 150 тысяч уже получили прививку. К поствакцинальным осложнениям вообще относятся. Это общие гриппоподобные синдромы, общая слабость, недомогание, разбитость. Вот тот весь симптом, комплекс, который мы можем испытывать, когда начинаем заболевать. Или можем испытывать, когда делаем первую дозу вакцины спутника. И местные, то есть это боль, покраснение вместе с инъекцией. Да, у пациентов наблюдаются такие реакции, действительно. Но они в течение 2-3 дней проходят и возникают на первый-второй день после первой вакцинации. Сразу хочу обратить внимание на то, что если после первой вакцинации возникает температура 40 и выше, анафилактический шок, то есть такие достаточно тяжелые аллергические реакции, то это противопоказание для введения второй дозы вакцины. На это тоже, конечно, необходимо обращать внимание. А общие, которые я озвучила, и местные, также со стороны органов пищеварения могут быть изменения. Это диарея, это тошнота, однократный и двукратный рвот. Это тоже все допустимо, которое тоже купируется в течение 2-3 дней. Поэтому к этому мы относимся абсолютно спокойно. Не паникуем, если у себя после вакцинации наблюдаем такой симптомный комплекс. И ждем спокойно вторую вакцину. А мы с вами ждем в этой студии звонок нашего зрителя. Алло, здравствуйте. 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 Да, слушаем вам. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда в город Самару придет прививка и пива корона? А скажите, пожалуйста, в связи с чем ваш интерес? Вы хотите и пивак? Просто много хронических заболеваний, возраст. И я инсулинозависимая. Поэтому я жду ту прививку, которую прививали дома, престарелых в других городах и так далее. А у вас вот эта информация от кого-то из докторов, да? Нет, я по телевизору. По телевизору. Спасибо большое за вопрос. Это вторая вакцина, которая следующая была зарегистрирована в Российской Федерации после гам-ковид-вак. Это вакцины, сделанные центром Вектор. Да, мы ожидаем ее где-то в середине апреля, к концу апреля. Вторая, что хочется сказать. Учитывая вот возраст, вы не озвучили свой, ну, больше 65, наверное, я думаю, там по голосу, мы сегодня уже решили, что это не является противопоказанием. А дальше наоборот. Приоритетный контингент населения старше 60. Это раз. Второй момент. Сахарный диабет, пусть даже инсулинопотребный, второго типа. Первый тип является противопоказанием. Второй тип сахарного диабета не является противопоказанием для прививки, если он не находится в стадии декомпенсации. То есть выраженная гипергликемия, выраженный повышенный сахар в крови, какой-то кетоацидоз. Это тогда, конечно, да, вопрос по вакцинации снимается. Если это все вкомпенсировано, еще раз подчеркиваю, даже инсулино-потребный сахарный диабет, все равно стоит взвесить все за и против, поговорить с своим врачом в поликлинике. Мы же не одни в поле войны. Конечно. К терапевту в поликлинику. Вообще перед вакцинацией нужно, необходимо записываться, потому что один флакон идет на пятерых пациентов, поэтому врачи амбулатории составляют лист ожидания. То есть лучше не рассчитывать на то, что ты просто взял, пришел и тебе сразу... Абсолютно не рассчитывать. Необходимо созвониться с поликлиникой, записаться на прием к врачу. Когда пациент приходит в поликлинику для того, чтобы уже записавшись делать вакцину, он требует медицинского осмотра, это раз. Он требует измерения температуры тела, насыщения крови кислородом, пульсоксиметрия. Обязательно сатурацию. И после введения первой или второй дозы он еще должен находиться в течение 30 минут под наблюдением медицинского персонала. Не торопимся уйти домой. Не торопимся уйти домой. А находимся в кабинете вместе со своим доктором для того, чтобы ни в коем случае не пропустить каких-то поствакцинальных осложнений. От тяжелых, к сожалению, такое тоже может быть, до самых обычных местных реакций и так далее. Я правильно услышала о вас, что в данном случае женщина, которая звонила, ей нет необходимости ждать эпивак. Абсолютно никакой необходимости ждать вакцину эпивак Корона, мое мнение, что нет. А у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к доктору. Я бы хотела узнать, когда будет в Самаре кови-вак вакцина. Поступление ожидается вот этой третьей чумаковской вакцины, которая была разработана на заводе Чумаков. А тоже разрешите уточнить, в связи с чем вот именно такой интерес? Интересно, почему? Ну, как-то больше доверяю этой вакцине, потому что старый метод, она изготовлена старым методом, и как бы много противопоказаний. Там инструкции я не почитала, да. То есть у меня много хронических болезней. Это бронхиальная астма, это заболевания щитовидки, это давление. Как бы хотелось дождаться все-таки кови-вака. Когда он будет у нас в Самаре, вот хотелось бы выяснить. Да, спасибо. По поводу третьей вакцины, официально зарегистрированной, совсем недавно, в феврале 2021 года, в институте полимелита, именно Чумакова она сделана. Такое смешное у нее название, ну, в таких вот колуарах наших, медицинских, чувак мы ее называем, да, ну, Чумакова чувак. Она появится на уровне федеральном еще только в апреле. Ну, и мы, конечно, тоже будем ожидать, но я думаю, что это не раньше, чем после апреля, в какие-то месяцы. Здесь, конечно, даже вообще очень сложно прогнозировать. Да, мы ее тоже ожидаем. Да, действительно, она, эта вакцина создана по классическому типу. То есть это инактивированная. То есть она однофазная всего скорее, да? Да, она инактивированная, она также будет, будет двукратно прививка будет проходить с интервалом в две недели. То есть здесь мы говорим про три недели. То есть все равно два раза. Все равно будет два раза прививаться человек от нее. Но, опять же, вот пациент, который позвонил, говорит о множестве противопоказаний. Еще раз я хочу отметить, что вакцинация – это осознанно принятый шаг каждого индивидуального пациента. Это решение самого пациента. Да, мы, как врачи-инфекционисты, должны, я действительно агитирую вас, прививаться. Но любой пациент, еще раз говорю, он индивидуален, поэтому взвешенное решение вместе с врачом-терапевтом или каким-то врачом, который более узкого профиля по уровню нозологии, который… Который хорошо знает, наверное, течение болезни. Да, и хронические заболевания. Поэтому здесь, конечно, это совместное решение врача и пациента однозначно. Да. А мы еще послушаем нашего зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел спросить, у вас были пациенты, у кого ВИЧ, и можно ли это вообще клифку делать? Спасибо за вопрос. Спасибо. У нас пациенты, кстати, интересно, что имеющие ВИЧ-статус в ковидном госпитале их практически нет. Не знаю тоже, почему, с чем это вот связано, но ВИЧ-инфекция не является тоже противопоказанием. Единственное, что, конечно, не только у ВИЧ-инфицированных, но у пациентов, имеющие, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, если принято однозначное решение пациента о том, что он будет прививаться, при возможности, подчеркиваю, при возможности, отменить за месяц до вакцинации препараты, которые будут иммуносупрессивной терапией, то есть препараты, снижающие иммунитет. И через месяц после вакцинации только вернуться к их приему. Почему это происходит? Потому что, может быть, просто недостаточно иммунный ответ на вакцину и выработки антител не будет. Поэтому здесь вот на это тоже необходимо обратить внимание. Мы сегодня поговорили со зрителями, с жителями нашего города на улице по поводу вакцины, но мы чуть позже это все посмотрим, потому что еще один звонок есть. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста. Ой, вот я перенесла в небе ковид, да? Так. Или когда можно сделать прививку? Спасибо. В ноябре, перенесенный 2020 года, ковид, здесь неполная, есть, конечно, информация. Мы не знаем, какое количество антител. Мы не знаем количество антител, но на что хочу обратить внимание. Наличие антител, то есть сдача перед прививкой крови на присутствие антител к Сарсков-2 не является обязательной. Также, говоря о мазке износа и ротоглотки на ПЦР коронавируса, является обязательным только если пациент был в контакте с каким-то лихорадящим больным и за 14 дней до прививки, и в течение 14 дней имел какие-то признаки остро-респираторной вирусной инфекции, любой, не говоря даже про ковид и так далее. Поэтому здесь, да, даже мазок можно не сдавать, если полностью здоров и чувствуешь себя хорошо. А как все-таки принять решение, через какое время нужно делать прививку? Здесь однозначно нужно сдать антитела на коронавирусную инфекцию. То есть и фаимоноглобулина М, и фаимоноглобулина G покажут, в каком состоянии у пациентки иммунитет коронавируса. То есть если G много, то пока можно не делать? Да, да. Если есть антитела G, то прививаться здесь не имеет никакого смысла. Давайте посмотрим все-таки сюжет наших зрителей. Ну, я считаю, вакцинироваться надо, но только обязательно отследоваться, я считаю, нужно. Потому что это, думаю, не для всех пока. Мы не можем вакцинироваться от коронавируса. Почему? Потому что мы кормящие мать, мы не будем рисковать так сильно. Нет, мы просто уже переболели, у нас выработался небольшой иммунитет на какой-то период времени, а дальше мы посмотрим, будем вакцинироваться или нет. Родителям будем рекомендовать обязательно пенсионерам вакцинироваться. Сын вакцинировался, считаю, это очень хорошей процедурой, полезной. Как-нибудь на той неделе дойду потихоньку, тоже запишусь. Конечно, не против. Ну, потому что необходимо это, в нашем же интересах все это, чтобы здорово было, других не заражали, чтобы... А кто все-таки прививается охотнее и чаще? Можно какой-то портрет составить этого человека? Портрет здесь сложно составить, но в основном, конечно, это люди среднего возраста. Это люди интеллигентно-профессиональной деятельности, которые понимают. Это врачи, которые не болели коронавирусной инфекцией. То есть здесь вот молодежь, конечно... Больше в диссидентах, да? Да, больше в диссидентах. Более старший возраст, тоже понятно, учитывая сопутствующие заболевания. И тем не менее, мне показалось, что они-то как раз просто вот в первую очередь все переживают, боятся, хотят, только вот сомневаются, есть ли противопоказания или нет. Ну, сомнений, конечно, да, много, учитывая противопоказания. Они все-таки в достаточном количестве. Мне понравился сюжет, и вот женщины грамотные, сказали мы, кормящие мамы, да, беременные, кормящие мамы, конечно, не подлежат вакцинации, это однозначно. Еще пациенты с злокачественными образованиями и с аутоиммунными какими-то заболеваниями, здесь тоже необходимо все-таки принять решение достаточно взвешенное в отношении этих контингентов пациентов. Почему? Потому что просто недостаточно сведений. Почему? Потому что вакцина проходила клинические исследования все-таки не на таких пациентов, не с такими хроническими сопутствующими заболеваниями. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Я бы хотела задать доктору этот вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня тяжелый формат бронхиогнатмы. И много аллергии. Нужно ли мне делать вакцину? Да, спасибо. Много аллергии. Вот здесь тоже. На что, да. На что, да. Ну, конечно, аллергические реакции, тем более тяжелые, анафилактические в анамнезе, но тоже являются противопоказаниями для введения вакцины. Опять же, любое должно быть взвешено. Любое решение. Поэтому, учитывая, что бронхолегочные патологии, бронхиальная астма, с одной стороны, да, необходимо защититься. Потому что, если человек заражается новой коронавирусной инфекцией, для него это еще более опасно. Поэтому здесь несопоставимы риски вакцинации. Что тогда вы посоветуете? Все-таки я посоветую четко определить, болело ли или нет. Потому что у некоторых пациентов бессимптомно или протекает в виде легкой недомогания, признаков остро-респираторного заболевания. И потом уже... То есть вместе с доктором все-таки ей принять какое-то решение? Вместе с доктором принять совместное решение. Анна Валентиновна, прям если коротко сможем ответить на такой вопрос. Не лучше ли вместо прививки просто дождаться своей очереди и переболеть ковид? Абсолютно нет. Ковид, заболевание новое. Мы сейчас очень достаточно далеко продвинулись в отношении изучения этого заболевания. Но все равно риски несопоставимы. Поэтому только прививка остановит пандемию новой коронавирусной инфекции. Итак, лучше не рисковать. Лучше сейчас принять меры предосторожности, защитить себя. Мы говорили сегодня о мифах вокруг коронавирусной вакцины. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое. Всем желаю крепкого здоровья. Берегите себя. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»